Остановка Весенняя улица Район Западная Дегумина Ангарская улица И Весенняя улица Весенняя улица Программа Район Западная Дегумина Андерская весенний перекресток. А вот там уже железнодорожная станция Грачевская. Вот там. Я туда дойду. После того, как сделаю свое дело. Весенние улицы. Здесь пятиэтажные дома стояли. Когда-то. Там Талтуска улица. Весенняя улица со старыми домами. Какая здесь детская площадка. Маленькая. Весенняя улица. Движение здесь большое. А начинается Весенняя улица вот там. Здесь институт педиатрии и детской хирургии. Весенняя улица. Пересекает Ангарскую. Небольшая улица. Небольшая улица. Тогда я схожу в поликлинику. И вот здесь дворами пройду. Даже поеду. Давайте посмотрим. А какие деревья здесь высокие. Старые. Старые. Дома здесь старые, которые будут сносить по программе реновации. Вот мы идем, идем с голубочков. Здесь детская, спортивная площадка. Хорошая детская площадка. Каток здесь. А вот и стоматология. Вот здесь филиал. Филиал головной учреждения у нас на Савеловской. Веселая улица туда продолжается. Вот же Каннабазовская. Видно, дома. Движение здесь. Да, Веселая улица. Моя стоматологическая пеликлиника. Наша в районе Западной Егумену. Пойду по срочному делу. В таком доме. Когда выйду, продолжу. Настя сходила я в наше стоматологическое. На Весенней 18. Она находится в Весенней, дом 18. Да, как-то веселей стало. Ах, да. Автобус еще ходит здесь. Так, и мы пойдем с вами дворами сейчас. Тоже по делу. Хочется показать вам и дворы. Вот Весенняя улица. Авгарская улица. Там Новая улица. Пойдемте. Перейдем. Перебежим дорогу. Только машины. И пойдем дворами. Сейчас посмотрим на ступени. Где ногу сломала. Хозяйственная. Да, еще раз. Ташество патологическое. Хорошая. Здесь филиал. Основное учреждение. Главное учреждение. На 2-й Квисиской, дом 4. Метро Савеловская. А здесь филиал. Хорошая у нас стоматологическая. И здесь, и там. Мне нравится. Да, я вот там прошла и не увидела. Олень у нас вот там стоял. На углу. Я показывала. Снимала, показывала. Нет оленя. Оленя нет, как мы видим. Да. Весене улица. Так, вот оно. Место для меня. Плохое. Хозяйственный магазин. Плохое место для меня. Очень плохое. Весенний дом. 19. Здесь я сломала ногу. Внутри вот там на лестнице. Смотрим, что сделали. Ступени или нет. Починили или нет. Да нет, не починили. Цепляющие обувь. Таких есть. Такими и есть ступени. Убийственные. В прямом смысле этого слова. Ступени. Здесь человек упал и разбился. Насмедж. Ударившись вот об эту железную дверь. Магазина. А я ногу сломалась. Зашла. Там такая же лестница опасная. И я сломалась себе левую ногу. Плохое место. Хозяйственный магазин на Весенний дом 19. Вот мне нужно бы, нужно бы очень сейчас в хозяйственной купить кое-что. И здесь наверняка есть. И здесь наверняка есть. Сам по себе магазин хороший. Товар много самых разных. Но я туда не пойду. Пойду искать другой хозяйственный магазин. Мне очень что-то надо. Но здесь я не буду покупать. Душа у меня больше не лежит к этому магазину. Хотя много что купила в разные годы. И сейчас уже не буду. Все, ухожу я от этого магазина. А когда я сломала ногу, и оттуда выбиралась, или, или, мне продавец даже и не посочувствовал. Вот за все вот это такое отношение. Не то что, и не помог, и даже не посочувствовал. Я была в недоумении. Да. Хозяйственный магазин, магазин в районе Западного Теронина, в нашем северном округе. Города Москвы, столица. Вот там товар. Вот как раз с правой стороны то, что мне сейчас очень надо. Ну, не буду покупать, не буду им делать доход. Принципиально. Да. И не желаю им ничего хорошего. Ответная реакция. На плохое отношение к покупателю. Ну, вот они, ступени, с которых я упала. Вот они. Две нижние ступени. Ну, и сделаю, наверное, так. Такие и есть. Ну, и... Ну, да. А нога у меня еще ведь побаливают. Да. Ну, и бог с ними. Не хочу ничего больше покупать. Ухожу от них. Да. Вот этот вот несчастливый для меня магазин. Да. Давайте еще посмотреть. Посмотрим. Вот Ангарская. Весенняя улица. Моя, наша, наша стоматологическая. Пуфлинка. Вы прям влюбились в наш магазин, да? Постоянно приходите снимать. Человек прошел, спрашиваю. Второй раз меня видит, говорит, вы что-то опять снимаете. Я говорю, да потому что место для меня ужасное. Ужасное. Все, ухожу, покупать ничего не буду. Может быть, мелькомещи, когда поснимаю, но нехорошее место для меня. Все, пойдемте дворами. Так, идем дворами. Хочется посмотреть двор. Посмотреть, показать. Вот эти дома. Вот здесь четырехэтажные. Четыре этажа. Дом какой? Весеннее семнадцать, да? Вот эти дома будут сносить. Вот эти дома будут сносить. И этот дом. Вот он, весеннее девятнадцать. Дворы возле старого дома. Дворы возле старого дома. Вот такие дома. Вот эти дома будут сносить. Да, эти дома отличаются от наших других домов. Какая мусорка здесь. Старая. А нам другие уже хорошие поставили. О, трава взросла. Да, вот здесь ангарская семья. Ангарская семья. Тоже другой дом. Снесен. Четырехэтажные. Крепенький на вид, да? Будут сносить эти дома. Я иду от Весенней улицы. Иду дворами параллельно Ангарской улице. И там тоже такой же дом кирпичный. Красиво они смотрятся, эти дома кирпичные. Так, идем дальше. Бурьяна сразу это. А здесь новый детский сад. Недавно открылся. На месте детской площадки стоит. А здесь у нас дом культуры. Дом культуры за леснодорожников. В районе Собственной Дегуни. Там автобусная остановка. Дом культуры за леснодорожников. Дорожку сделали. Хорошо. Так, посмотрим, откуда я пришла. Оттуда пришла. Вот он. Дом культуры железнодорожников. Сейчас мы к нему подойдем. А здесь новый детский сад. Детский сад неплохой получился, с хорошим забором и закрытый на половину, там у нас МФЦ, куда я иду, а здесь Дом культуры существует давно, забыть в каком году, здесь проводятся разные мероприятия, к разным событиям. Я была здесь пару раз, когда сынок был поменьше. Новогодний, новогодний что-то было. Но он увеличился в размерах, он был не таким большим раньше. Что здесь написано? Хоуфринский дом культуры, железнодорожник. В районе Западной Тегунино, северного округа города это Московская столица. Вот в этом Доме культуры когда-то занималась Валентина Васильевна Толкунова, будучи ребенком. Ее родители жили где-то здесь поблизости. И совсем маленькой они приехали в Москву. Отец был железнодорожником. Вот она еще в маленьком возрасте стала приходить заниматься в центре Москвы. Они приехали сюда, в дом культуры. Значит, рано у нее появились музыкальные способности. А потом уже где-то в 7-8-9 лет ее стали возить уже в центр Москвы. Куда-то заниматься. А начинала, да? Вот именно в этом Доме культуры железнодорожников. В Ховринском Доме культуры железнодорожников. Здесь железнодорожная станция Ховрина. Была сейчас Грачевская. Ох, я вот этого не видела. Установили землякам, я так понимаю. В Ховринском Доме культуры железнодорожников. Ох, я так понимаю. В Ховринском Доме культуры железнодорожников. 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 Соответственно, это новый, новый детский сад. Совсем новый, недавно открыт. Хорошо смотрится. Ну и очень нужен был нам, у нас здесь не хватает. Для деток идем дальше. Еще раз смотрим. Друг культуры. А здесь МФЦ, вот рядом. Мои документы. МФЦ. Какая скамеечка, лавочка старенькая. Шкверик здесь небольшой. Деревья такие, тень. Это хорошо. А вот МФЦ я никогда не снимала. Ох ты, здесь какие-то работают. МФЦ не снимала. Надо поснимать. А там же железнодорожная станция Грачевская. Бывшая много лет и десятилетий их под названием Коври. МФЦ. Ой, а где? А где же МФЦ? Здесь ремонт. Капитальный ремонт. МФЦ. А я пришла тут по делу. Вот здесь на адрес Ангарской домооделку. Готус 3 он у нас был все время. Ну, последние годы. А сейчас нет. И вот мне товарищ сказал, смотрите сюда. Здесь написано. Уважаемые жители, центр госуслуг район Западного Дегония закрыт на капитальный ремонт. Обращайтесь в ближайший центр госуслуг вашего района. В Восточном Дегония Догнинской, 40. В Дмитровском Логнинской, дом 4А. В Головинской шоссе, дом 5. Пойду на Логнинскую, 4А. Это ближе всего. Вот так пришла, называется, по делу. Значит, будет еще лучше. Ну, пусть делают. Да, вот здесь у нас было ЭФЦ, а это по мелочи. Ну, вернуться после капитального ремонта. Вернуться. Да, будет еще лучше. Так, пойдемте. Парк. 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 Да, детский сад, дом культуры и наше МПЦ, закрытое марьер-мод капитально. Идёмте. Честь здесь плохо, а вот там то, что осталось от локомотивного депо Коврино. В общем, промо-зома здесь. Ух ты, как мне тут пройти-то. Да, давайте ещё посмотрим. Вот наш МФЦ закрыто. Ух ты, сколько машин тут. Да, вот здесь вот то, что к станции Коврино относится. Промо-зома. Ух ты, а вот дальше здесь был долгострой. Ух ты, какие жилые дома тут выросли. ЖК. Ух ты, не видела. Сколько домов. На месте бывшей Ховринской больницы. Вот такие вот новые дома. Да, мне хотелось это увидеть. Ух ты, как тут неудобно. Ух ты, как много домов. А рядом вот с этой стороны Грачевский парк. Да. Преобразилось это место. Буду там. Там Клинская улица проходит. Буду там, в Брачевском парке. Посмотрю на это. ЖК. Желокомплекс Парлижа. В другой раз. Пойдёмте. Да. Вот ещё раз инфрация наша на ремонте. Парамзона. Пойдёмте. А здесь не по дороге, не по проезжей части, а здесь Здесь кафе с пакетным золом, или название это такое. Да, вот там детский сад новый, хорошо смотрится. Идем дальше, как этот, кафе-караоке. Там Ангарская улица, дом один. Вот, хотела увидеть детскую площадку, все-таки увидела. Там кафе. Электрички. Где я иду? Вот он, жилой комплекс. Рядом с Карачевским парком, как много домов строится в процессе. А это вот станция Карачевская. Вот она. Ремонтировали ее, улучшали. Пойдемте. Здесь. Я пришла вот оттуда, потому что цель не работает. Вот здесь пойдем. А здесь когда-то был Ховринский рынок. Убрали. Вот сейчас хоть стоянки есть для машин. Ух ты. Тут чего только нет. Вот она, жизнедорожная станция. Вот они дома сносимые. И Ангарская улица. Вот здесь начинается Ангарская улица. Вот здесь был Ховринский рынок безобразный. С просроченными продуктами. Да, торговавший многие годы. Наконец, его нет. Вот сколько здесь автобусов. Какая площадка хорошая. И здесь стоянка для рейсовых автобусов. Чезнедорожная станция. Сейчас посмотрим. Ух ты. Там дом по реновации. Сейчас мы туда подойдем. Вот начало Ангарской улицы. Вот здесь. Вот здесь. С оснастимыми домами по реновации. А здесь железнодорожная станция Грачевская. Третьяные. Вот она. Сейчас мы ее посмотрим. Интересное место. Посмотрим на электричку. Да. А вот здесь. Вот. Вот Ангарская улица. И я ее снимала. Оттуда я пришла. Вот в Ховринском шоссе я пришла. Не пришла. Я приехала. Я на 591 автобусе. Вот обратно я тоже поеду. Найдем. Да. Дома. Я приехала. И вышла на Весеннюю улицу. Так называется. Становка Весенней улицы. И пошла в стоматологическую поликлинику. Да. Ангарская улица. Возле железнодорожной станции Грачевская. Вот здесь. Посмотрите ее поближе. Железнодорожная станция Грачевская, в прошлом году переименовали станцию Коврина, Грачевская, по находящейся рядом усадьбе Грачевка, с другой стороны железной дороги, там деревья, там усадьба И парт Грачевка, Грачевский, его переименовали станцию, Грачевскую, а Ховрина стала вот так, в Бусиново, с таким названием Ховрина, новая, совершенно новая станция, куда я тоже доеду Потому что здесь прямо не пройти Хотя здесь всего три километра С небольшим Да, ух ты, посмотрим Ух ты, какой скоростной поезд идет Вот такие едут на Санкт-Петербург Скоростные поезда Пролетают 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 Вот возле этой железнодорожной станции Вот такая здесь хорошая сейчас остановка многих автобусов В том числе и мои автобусы Очень удобно Ох, я себя увидела Привет 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 Я тут снимаю, хожу Пришла Пришла мимо Надо поснимать Ах, дома по реновации вижу На Талдомской улице Сейчас нам туда подойти А я стою возле железнодорожной станции Ныне Грачевской Да, как здесь улучшили Подземный переход на предполучную сторону В голове Нет Здесь В голове В голове В голове Какой же здесь район-то Здесь Ховрино Шучить не сказала Головецкий Нет, здесь Ховрино С парком Грачевка С метро Вот там дальше Вот возле этой высотки Станции метро Ховрино Скворецкой линии Да, Ховрино Ох, как изменилось Дайте посмотрим Дорожку Ах, какой сделала дорожка Хорошая Дайте посмотрим Рельсы есть или нет Там торчок Рельсы Дайте посмотрим А вот они есть Нет Нет Убрали Убрали Да Там подземный переход Да Или дайте там Убрали Убрали Здесь Не совсем чисто Знаешь Вот как это Локомотив едет Грузовой Да Там подземный переход Есть Вот они оставшиеся после Ховрина. Был музей из раньше, вот здесь где-то. Ховринский музей. Показывалась старина. Вот еще какие-то рельсы остались. А территория закрыта. Да, изменилась станция в саму месту. Да, хорошо сделали сейчас. Было раньше? Очень плохо. Еще рядом с Ковринским рынком. Ай, было плохо. Интересно здесь. Тень много интересная. Да, дорожка хорошая. Смотрю, пошире сделали. Вот здесь был Ховринский рынок раньше. Вот уже сколько. Все-таки свесли. Около 10 лет назад. Молодежь на велосипедах. Да. Что-то едет по дороге. Ховринский рынок. Да, жаль, не видно? Нет, видно что-то. Электричка. Да. Хорошо, что брали рынок. Безобразный. Вот сейчас так хорошо. Автобусы в самые разные направления едут. Красота. Да. Очень хорошо стало. Да, райовы. Это все в районе западной дегуты. Но вот эти хорошие изменения наконец появились у нас. Мы их ждали. Да. Место рядом с железной дорогой. Отрепская железная дорога здесь проходит. Дорога на Санкт-Петербург. Вот туда. И к Ленинградскому вокзалу. В ту сторону. Наш район западный дегут. А с противоположной стороны железной дороги район Ховринок. Это все наш северный административный округ. Станция Грачевская. Бывший Ховринок. Со стороны районной западной дегуты Нино. Вот здесь. Сегодня снимаю 2021 года. Ох, погода жаркая, но терпимая. А, да, вот так у нас здесь неплохо, неплохо стало. Сейчас мне нравится больше. Да и всем нравится больше. Разумеется, лучше стало. Да. Хорошо. Я возле железнодорожной станции Грачевская. Со стороны района западной дегуты Нино. Пойдемте к Талдовской улице. Вижу дома по реновации выросли. Надо посмотреть. А вот эти старые дома будут сносить. Сносимые. Вот эти все старенькие дома. Четырех-пятиэтажные. Ах, как уже. Пока я собиралась, выросли вот такие дома. Железнодорожная станция. Бывшая Ховрина. Сейчас Грачевская. Вот там Грачевский парк. Сразу с противоположной стороны. Там район Ховрина. А здесь у нас район Западная Дегунина. Я и по делу, и гуляю. Пойдемте дальше. Ах, какие дома. Сейчас подойдем поближе. Ах, вижу Селигер-Сити. Вот там. Селигер-Сити. Лиска я живу. Но прохода прямого нет у нас. ОТ. Какие здесь поезда мчатся. На Питер. На Санкт-Петербург. Да. И здесь у нас милиция, полиция. Вот в этом здании. Сейчас мы подойдем. И здесь у нас автобусная большая остановка. Даже автостанция раньше была. А сейчас просто конечная многих автобусов. В разное направление. Ах, как хорошо стало. Без рынка Ховринского. Как хорошо. Чисто. Удобно. Наконец-то. Дома по реновации вырастают. Ах, как много домов-то построено. Ах, как много правило. И она уже. Пройдемте поближе. Посмотрим. Это Наталдымская улица. Сейчас мы посмотрим поезда, а здесь видно, здесь лучше видно. Да, вижу изменения, здесь хорошие изменения. Закрыли железную дорогу, с сеткой вижу, здесь место расчистили, какая красота, автобусы у нас, и кричка. Да, железнодорожная станция Грачевская. Возле нее стою, вот там северо-восточная хорда, по Ровенскому шоссе очень важная автомобильная развязка вот здесь. Меньше, чем Ховринская, Гусиновская развязка, она тоже очень важная автомобильная. Ой, еще много дорог здесь. Да, пойдемте. И все эти дороги очень близко вот от этих новых жилых домов. Пойдемте посмотрим. Очень интересно. Да. Я кручусь, поворачиваюсь туда-сюда. Очень интересно. Ну вот здесь станция Грачевская остановка должна быть. Платформа Грачевская. Да, вот она. Платформа Грачевская называется. И много-много автобусов. Ну, пойдемте туда. Платформа Грачевская. Потом я вернусь и поеду домой вот отсюда. Идем смотреть новые дома. Подходим к новым домам. Платформа Грачевская. Вот наша полиция в здании ОВД. На Путейской, дом 5 адрес. Наша милиция-полиция. Путейской, дом 5. А здесь новые дома, по реновации отстраиваются на Талдомской улице. Вот здесь начинается Талдомская улица. Ах, как много построили. Пойдемте сюда поближе. С этой стороны посмотрим. Мехасевская полиция. Не вижу, что написано, но понятно что там. Полицейский участок. Да, Путейская, дом 5. Адрес нашей полиции. Вот куда мы ходим за паспортом, за пропиской, по разным вопросам. Не вижу таблички. Вроде здесь. Не вижу, правда, что написано. Вот такое здание нашей милиции, полиции. А напротив дома по реновации строятся, отстраиваются. Ах, как много построили. Талдомская. Вот здесь Талдомская. Дом 1. Это здание. А здесь Талдомская 2. Талдомская. Там по Реновации. Рядом с Кобринским путепроводом. Вот с этой дорогой. Совсем рядом. Комплекс зданий, соединенных и рядом, совсем рядом дорога. Пойдемте посмотрим, полиция, машина, полицейский участок. Да, у нас есть дома по реновации, сейчас сбоку посмотрим. Меня очень смутило то, что очень близко к дороге. Вот Ховринский путепровод с многочисленными, здесь три дороги, по несколько, как это называется, в общем очень широкие. Давайте посмотрим, близко ли от дороги. Близко. И здесь какое-то движение. Три, даже вот там четыре. Да, неприятное соседство. Не только шумное, но и воздух. Да, и причем здесь машины ездят круглосуточно. Да, еще и по этой дороге еду. Вот какие улицы поблизости от этого места. Да, с экологией здесь, конечно, плохо. Ховринский путепровод. Вот по такому расстоянию от дороги. И тут вредный, загазованный. Близко все-таки близко. По дорогам, наверное, проходит. Но... Да. Сколько домов. Ну, вот эти дома и будут, да. Больше, конечно, здесь не будут. Не будет ничего отстроиться. Парковку надо было здесь сделать для машин. В этом месте плохо с парковками. Вот надо было сделать в парковке. По всей вот этой четкой стороне до весенней улицы. А они строят целые дома. Сколько там? Наверное, 23 этажа. Сейчас столько строят. 22, 23, 24, 25 тоже строят. Да, рядом с дорогой. Место плохое здесь. Плохое. Шумное и загазованное. Да, рада, что я посмотрела. Меня очень интересовал этот вопрос. Как близко от дороги. Все, вы увидели. Иду по Талборску сейчас улицу. Смотреть эту новостройку с другой стороны. Парковка. Да, наше отделение. Милиции, полиции. Парковка. Парковка. На досках. Общий такой плакат. Наши отделения полиции, милиции, полиции по району в Западной Дегонии, но по этому адресу Татейское Дом Дель. Это так выглядит отделение полиции нашего района, управление над ПВД в району Западной Дегонии. Здесь Ковринский путепровод, рядом с мостом. Дистанция Дорога Грачевская до Чеховрина. Вот здесь. Это хорошо. О! Полиция рядом, если вдруг что. Это хорошо. Да, вот дома при Новоце сталкиваемся с улицей. Смотрится хорошо. Такая не поймали монолитная, да? Монолитная. О! О! А здесь уже блоки. Первым блоком. Вот там Домская. Дом 1. Дом. Вот этот. Сносимый. Дом. Вот этот. Сносимый. Красивый. Красивые дома были. Их даже не ремонтируют. Тоже похоже. А здесь он, кажется, отремонтированный. А с отремонтированных фасадом. Так, кто-то идёт. Сколько же здесь этажей? А что вот так всплывается? Вот там тоже стояли пятиэтажные. Вот выросли вот такие новые. Вот эти хорошие дома. Мне нравятся. Здесь опыт из Сирии. А здесь вот такой дом. Да. Полиноватся люди получат квартиру. Переезут из пятиэтажных дома. Идём дальше. Такие тоже сына. Все вот эти дома будут снисены. Потом поснимаю, когда их не будет. На этом месте что-то построят. Да, впечатляет. Раз на этажности. Дальше не будет стройки. Дальше не будет стройки. Дальше что-то состоит. Да. Ну вот это первые дома. Три дома. Три дома. Три дома. Три дома. Три дома. Три дома. Инновацию. На Талдамске. Милиция, дом 2, здесь дом 1, милиция, милиция у нас, рядом совсем. Решение по такой узкой улице, пойдемте дальше, хостел, гостиница, какая узкая улица, дорога узкая, совсем крохотная. Вот, давайте с этой стороны еще посмотрим эти дома. Да, впечатлили меня эти дома. Сколько же здесь и даже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас тут 19-ти этаж. Или около. Да, вот такие дома. Вот, сами опалкиваются улицы строятся. И вот эта стройка. Вот так. Сегодня 21 июля 2021 года. Вот то, что я увидела сегодня. Хорошо, что увидела. Хотелось посмотреть в процессе стройки. А вот там Ховринский путепровод. Совсем рядом. Очень шумная дорога. Шумное и загазованное место. Широкополосное, в несколько рядов. Совсем несколько. Это плохо. Да, лучше бы на этом месте построили. Все-таки чуть бы подальше было. На. У нас район Западный и Тегуль. В советном округе города Москвы столицы. Да, вот так на сегодня у нас. На Талтовской улице я сейчас. Подхожу к дому номер пять. На Талтовской улице. Здесь был железнодорожный колледж. А где он сейчас? Не видно. Уже закрыли. Да, закрыли. Вот здесь вход был. Застой. А вот здесь. Вот тут. Посмотрим дальше. Может тут и территория заброшенная? Не функционирует. Закрыто. А как же работают они? Никак не работают. Здесь раньше была средняя школа. Раньше была обычная средняя школа для детей. Дети со всей округи ходили в эту среднюю школу. А потом уже позже сделали железнодорожный колледж. Разместили в этом здании. Вот так там скопять. Да, похоже, что здесь не работает. Ну как-то там функционирует. И видно, что может быть с другой стороны. Да. Но колледжа точно нет. Вот так на сегодня 21 июля 2021 года. Талдамская улица. Дома по весенней улице уже. Вот здесь стояли пятиэтажные дома. На Талдамской здесь пятиэтажные стояли. Да, вот здесь я не увидела железнодорожные колледжи. На Талдамской опять. Значит закрыли. Да. Да, стран-то очень. Все так заброшено. Дома по реноваться. Какая узкая улица. Дорога. Так, мы выходим сейчас на весеннюю улицу. Какой двор интересный. Дома по весенней три. Коротенькая улица совсем. В этой части отделена милиция, полиция. Рядом с домом один. Пойдемте. До весенней, а потом дальше продолжается. Талдарская улица. Я не могу. Вой. Ох какая-то вычелюстная. Крайку могу эту. Зачем ты берешь? Детский сад на Утамске, даже в очень плохом месте. Вот она, Весенняя улица. Детский сад на углу. Что там такое, цветочки? Да, святые. Такие крупные. Вот до всего забора. Так в плохом месте стоит этот детский сад. С трех сторон дороги. Это плохо. Здесь вот такая мазурка. Кирпичная. Тут и не перевернется. Хорошая основательная. Детский сад на Утамске. Детский сад на Утамске. Вот она, Весенняя улица. Вот это начало Весенняя улица. Вот здесь. Сейчас мы подойдем туда. Там продолжение Талдымской улицы. Да, Детский сад очень плохой. Детский сад на Утамске. Детский сад за забором. Но все равно загазованные. Так красивые. Ну, как, впрочем, и все детские сады у нас. Красивые. Вот здесь самая плотная застройка в районе Западной Дегунина. Вот отсюда и до Коровицкого шоссе. Ой. Меня пропускают. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Я вот сейчас смотрю на этот Детский сад. Все времен долго лет. С трех сторон. Вот там дорога Талдымская. Вот здесь Весенняя. И там Ховринский путепровод. С трех сторон. С экологической точки зрения здесь очень плохо. Детского сада здесь не должно быть. Детского учреждения. Нарушаются. Нарушаются. Правила. И права маленьких людей. Ну вот я точно свою ребятку не отдала в такой детский сад. Совершенно точно. С такой плохой экологией. Ну все, пойдемте дальше. Здесь немножко по весенней улице. И поворот будет налево на Талдомскую улицу. Вот там. Вот здесь хочется показать. Вот такой газон интересный. Да. Такой красивый. Талдомская улица. Талдомская улица. Вот там. Талдомская улица. Талдомская улица. Талдомская улица. Талдомская улица. Сейчас вновь выйдет на Талдомскую улицу. Опять птички поэтки. Слышно это? Талдомская улица. Такой огромный куст. Ко-вот там растение. Не знаю какого. Чириканье птицы, но их не видно, чирикают, но их не видно. Сейчас мы повернем на Талдымскую улицу, с Весенней Талдымскую улицу, в этом Ховринский пути краю. Сейчас его отдельно поснимаю. А здесь поворот на Талдымскую улицу. Вот здесь Талдымская заканчивается Коровинским шоссе. Сейчас мы пройдем. Здесь всего ничего, пройдем до конца уже Талдымская улица. Уже вижу там изменения. Вот эта Талдымская улица продолжается здесь. Наш район западная деревня. Ну давайте пойдем по Талдымской. Вновь по Талдымской. Я сейчас запечатлела Ховринский путепровод. Широченный. Пойдем до конца Талдымской улицы. Вот так она сейчас выглядит. Раньше выглядело иначе. Здесь деревья росли вдоль дороги. Дорога не была такой широкой. Талдымская улица. Как она сейчас выглядит. Эта дорога, улица. Экология ухудшилась, соответственно. Талдымская улица. Ух ты. Талдымская улица. Пос Казино у нас здесь. Точнее ментозглоты. Последний лаль, Состочный лепесток, Дальше, Тимм Fraser, Ташкуئ, Ташкуئ, Тахкуئ. Тахкуئ, тролл. Тахкуئ, Тахкуئ. Дом 11. Я уйду от первого дома. От самого начала улицы. Слушают ли тут заполненную улицу? Слушайте. Какая дорога... Я не сказала, что здесь институт педиатрии. Дедцы. Я не сказала, что здесь институт педиатрии, детская хирургия, там хоспис у нас, номер два, вот так, с той стороны, а с этой стороны детский интернат, детский дом. Детский дом, а там взрослый интернат. Вот эти учреждения закрыты вот такими шумозащитными экранами, забором вот такими. Хорошо. Хоть как-то защитили. Все-таки медицинские учреждения. Вот здесь вот такие дворы. Как изменился по месту. Я все удивляюсь, дороги, какая же она широкая стала. Подходит прямо вот строение. Вот ресторан у нас здесь хороший. Раньше веранга была широкая у этого ресторана, когда дорога была уже. А сейчас... Вот такой ресторанчик. В ресторан. С верандой. Небольшой, узкой, но с верандой. Давайте заглянем. Здорово. Есть гости. Везде есть веранга. Да, это куда приятнее, далекее. В такой зал. А вот там что-то у нас. Да, меня очень удивляет дорога вот эта, ведущая. Вот Ховринского путепровода. Хороший вид. Интересный. И новые дома по реновации в нашем районе. А дорога идет. Она сама вся хорошая. Необходимая даже. И к МКАДу ведет. Такая гора Порча. Метео. И другие районы. Север Москвы. Коврино. Левобережный. Левобережный. Головинский район. Такие районы там. Тот нечего. Останавливается. Ну, надеюсь. Ребята. Что у нас здесь. Магазины. Магазины. Вот там детский дом. Взрослый интернат. Не детский дом, а детский интернат для больных деток. И там психо-неурологический интернат для взрослых. Вот, Балдулов, сейчас покажу. Магазин. Магазины, магазины. У нас их много. Да, закончили. Наконец, дорога. Тут все копали, копали. Как не пойду, все копали здесь. Где тротуар. А вот там хорошая детская площадка была. А сейчас я смотрю, она обычная, другая. Заменили, значит. Как и в других домах, периодически меняют детские площадки. Вот, фестивали были. Куда едут машины. Куда можно доехать. Да, ну вот, последний дом. Там вот такой двор у нас. Да, вот самая плотная застройка. Вот, как я говорила, от Весенней улицы до Коровинского шоссе. И там Ангарская улица. Вот здесь очень плотная. Плотная застройка жилая. В общем, в честь, ну и даже детские площадки хорошие нельзя. Ну, мало, недостаточно. В школу там, ну и это, в общем. Они так вот отмечают все, что очень плотная. Самая плотная. В общем, в северах, вроде как так вот. И действительно очень плотная. Оф, ты, видны дома по реновации. Наталдомская улица, дом 2. Я иду от них. Мне хотелось посмотреть. Эти дома начало. Ну, увидела уже середину работ. Ближе даже к концу. Да, буду знать, что эти дома на Талдомской, дом 2. Владенец. Талдомская улица. И вот здесь она заканчивается. Так, надо магазин у нас. Такое движение, да? Движение на наших дорогах. Сейчас я наведу номер дома. Здесь вот одна для взрослых. Я здесь работала один месяц. Направляю из биржи труда. Так, потрудилась. Жуткое место, надо сказать. Жуткое. Такой баннер. Готовы вспомниться. Вот показатели. Прямо 800 лети Москвы. Пресекает. Да, там начинается 800 лети Москвы. Здесь заканчивает Сталдомская улица. И пересекает все это. Там Карайская улица. Наша улица. А вот там я не показала. Вот зеленый дом. Вот зеленый дом. И вот за ним дом. И там будет устроиться станция метро 800 лети Москвы. В общем, вот здесь вот. Скоро пройду. Буду в той стороне по делам. А я иду по своему району. В западные декорины. Как-то раскрывается. Мне хочется показать номер дома. Пойдемте посмотрим нумерацию. Хочется показать последний дом. Где-то есть же номер дома. Вот какие дома здесь. Видите, как плотно стоят. Очень плотно. Друг от друга. Где номер дома? Не вижу. Вот эти дома уже по Коровинскому шлют. А этот по Талтурскому. Нет, не вижу. Какая стоянка для машин. Это точно дом по Талтурскому. Вот этим и заканчивается. Домом. Нумерация есть с противоположной стороны. Вот там. Какой номер? Вроде шесть. Нет, не шесть, а восемьдесят. Ой, не вижу я. Нет, дом шесть. Не понимаю, почему шесть, но вообще все заканчивается. Да, будем исполняться. Заканчивается Талмовская улица с девять. Ах, дорога-то все еще. Какие полно-красивые тут в этом дороге. Да, ну все, я прошла всю Талтурскому улицу. От начала и до конца. Вот здесь конец Талтурскому улице. Вот этим домом. Заканчивается? Вот она, Талтурскому улицу. Да. Здесь Королевское шоссе. А здесь начинается улица Восемьсотлетия, Москвы. Вот здесь Дмитровский парк, Парк Ангарские пруды. Вот здесь. Вот и дома в Дмитровском районе. А за ними Бескубековский район. Вот парк большой, хороший. Парк Ангарские пруды называется сейчас. Улица Восемьсотлетия, Москвы. Вот ее хотели тоже расширить. Как вот эту часть Талтурскому улицу. Сделать вот такой широкой. Ну, люди были против. А что пока приостановили? Иначе бы вот эта дорога пошла. Вот там. Убрали бы вот эту аллейку. Конечно бы. И те деревья. Ближе к домам подошла бы дорога. Это бы ухудшило экологию. Ну, люди пока против, поэтому пока не расширяются. Дорога. А так бы она пошла вот от Королевского, от Дмитровского, от Алеппо, до Алтуфьевского. Что садится? Да. Вот такое место. Здесь оканчивается Талдымская улица. Талдымская улица. Все прошло. Так, район Забрако-Дегумина. Все могут быть в городе Москвы. Сегодня. Сегодня 21 июля 2021 года. Дорога. ПОДПИСМЕНТЫ